В СУКО на пляже Федерального детского центра смены собрались смелые и стойкие люди моржей. Посмотреть, как войдут в воду температуры всего плюс 12 градусов, пришли родные и близкие, и дети, отдыхающие в смене. Состоялось торжественное открытие сезона зимнего плавания. И на наши мероприятия стали приезжать со всей России. Мы провели чемпионат Кубани по зимнему плаванию. Даже было больше людей, чем на чемпионат России. И заняли на чемпионате России первое место. И в абсолютном первенстве, и в командном. Зимнее плавание можно отнести к экстремальным видам спорта. Хотя в Анапе для моржей просто рай. Начало декабря встретилось с мельчаков трудными погодными условиями. Но моржи от мала до великих готовы к погружению и другим советуют. Это нужно для здоровья. С удовольствием надо делать. Первые шаги, все будет хорошо. Когда хочешь быть здоровым, то на все согласишься. И на холод, и на жару. Я приехала сюда очень больная из Казахстана. И вот с 1982 года я купаюсь почти каждый день. Холодная вода – это здоровье. Любая болячка, она вылечивается. Если у меня болит спина, я иду купаюсь. Прихожу домой здоровенько. Если у меня еще кто-то болит, я тоже иду купаюсь. В холодной воде, по мнению ученых, внутренние резервы организма помогают человеку преодолеть множество заболеваний, повышают иммунитет и настроение. А этот год для моржей особенный. Главное мероприятие в новом сезоне будет это показательное выступление пловцов зимнего плавания в Сочи. 2 февраля. Достойно мы представим и нашу федерацию в этом плане. Именно в преддверии Олимпийских игр. В том, что на Олимпиаде будет много побед российских спортсменов, не сомневаются даже самые юные последователи анапских моржей. Пролетает Олимпиада на Кубани, Сочи. Победа Всероссии казахи пророчат. Сезон моржевания на Черном море открыт. Впереди у любителей зимнего плавания много праздничных и будничных заплывов и соревнований. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион.